Я начал тренироваться с командой, я провел несколько тренировок и я планирую поехать с командой на сборы в Турцию, подготовиться там хорошо, если все будет нормально сыграть последний матч. У меня есть цель, я хочу закончить свою карьеру сыграв 2012 в Украине, поэтому сейчас еще не закончится сезон в Киевском Динамо, еще у меня большая надежда и с этим сезоном в Киевском Динамо и со следующим, поэтому я планирую играть и дальше. В чемпионате большие проблемы, чем в Лиге Европы, достаточно большой отрыв, как вы считаете, можно прощаться с мыслями о чемпионстве, этот чемпионат уже утрачен, либо надо верить до последнего и этот отрыв можно ликвидировать? Надо быть объективным, Шахтер показал стабильную игру, то, что не показало Динамо. Динамо некоторый матч сыграл просто великолепно, некоторые провалили. Такие матчи, как с Аболонью и на выезде дома мы провалили еще ряд матчей, которые обязаны были выигрывать, мы не смогли это сделать. Это такой сезон, но надо смотреть в будущее объективно и говорить о том, что у команды есть потенциал, да, я вижу. И команда может сделать несколько изменений и выйти совершенно на другой уровень. Многие говорят, что придет Юрий Павлович Семин, не буду вас спрашивать, правда это или нет. Я не знаю просто. Есть руководство клуба, которое решает, которые отвечают за это. Я могу сказать Юрию Павловичу то, что я был, я познакомился с ним очень давно и я следил за его работой. Приезжаю сюда, я общался с ним. Этот тренер смог довести команду до чемпионства, сделал определенный результат. Тогда это был кубок УФА. Это факт. Это тренер, который на протяжении всей своей карьеры доказывал, что это один из самых лучших тренеров в истории союзного футбола. И вы не только капитан Динамо, вы еще капитан сборной. Все-таки были достаточно упорные слухи о Марчелло Липпе и говорили о ваших контактах с ним. Я считаю, Марчелло Липпе это великий тренер. Не просто великий. Это тренер, который добивался больших результатов выигрывать и финалы чемпионата мира. Большое достижение для тренера. Поэтому, если речь идет о таком тренере, как Липпе, я думаю, было бы только приятно поработать с ним. Общаться. Я не общался, наверное, последних два года. С ним мы виделись только, может быть, когда пересекались, когда играла сборная. Это было очень давно. Мы помним, как раз после четвертьфинала чемпионата мира, его Чао Шева, вы были в хороших отношениях с сеньором Марчелло. Да, я уважал его как тренера очень и его подход и мне очень не всегда нравился. Поэтому было интересно следить за его работой. Я очень много общался с игроками сборной Италии, с моими бывшими партнерами по клубу и они мне очень много рассказывали о его методике работы, еще будучи игроком Милана. Впереди отпуск. Как бы вы хотели его провести? С семьей, конечно. Потому что я скучился за семьей и все-таки был очень длинный сезон. Практически не было отдыха и эта короткая пауза летом недостаточно для того, чтобы можно было накопить сил. Мне бы хотелось поехать куда-то в жаркое место, немножко полежать на солнышке, плавать в теплой воде, отдохнуть с семьей. Я люблю ездить на Карибы, потому что там круглый год приблизительно одинаковая температура. Детям нравится, потому что они хотят провести время со своим отцом. Я уверен, что они за мной очень скучают, как я за ними скучаю. Вы говорили про одну мечту, а желание сыграть в гольф на стадии Миром Кличко. Удалось ли реализовать это желание или может быть это в планах? Это в планах. Я надеюсь, что мне удастся посетить бой Володи. Я надеюсь, что у меня будет время. И потом в будущем, наверное, мы 100% сыграем и сыграем здесь, в Украине. Вот эта виртуальная партия в гольф, она будет серьезной? На результат будете играть? Гольф – это такой вид спорта, в котором независимо от того, как ты играешь, ты всегда можешь соревноваться. Но я, наверное, играю немножко дольше, поэтому, наверное, я несколько шаров фор и дам Володе.